Сегодня приготовим пикантный банановый тартаден. Карамелизированный банан, приправленный острым перцем, покрытым воздушным слоеным тестом, станут просто отличным дополнением к семейному романтическому ужину. Итак, для бананового тартадена вам понадобится мука, яйца, сливочное масло, бананы, черный перец горошком, розовый перец горошком, стручок ванили, сахар, соль, вода и уксус. Итак, возьмем мисочку, вбиваем два яйца и миксером взбиваем до легкой пены. А теперь мы добавим 150 миллилитров охлажденной кипяченой воды, чайную ложечку уксуса и треть чайной ложечки соли. Еще раз взбиваем миксером. Достаточно. А теперь мы добавим в массу 3 стакана муки. И замешиваем такое эластичное, довольно тугое тесто. Обтягиваем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 час. Прошел 1 час, достаем тесто с холодильника. Подпыляем досочку мукой, перекладываем с миски на стол и раскатываем. Толщина теста должна быть примерно 3-5 миллиметров. Тесто у нас получилось прямоугольное. Визуально мы делим тесто на две равные части. И одну из них обильно посыпаем мукой. А теперь на муку сверху нужно натереть холодное сливочное масло. 150 граммов. Распределяю его равномерным слоем. А теперь сверху снова посыпаем мукой. У меня примерно уйдет 2 столовые ложки. Накрываем второй половинкой теста. Чуть-чуть его защипываем по бокам. А теперь еще раз его сворачиваем. Эту заготовочку мы заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник еще на полчаса. 30 минут прошло, я за тестом. Снимаем пленку. А теперь раскатываем в пласт 5 миллиметров. Очень важно, когда вы работаете со слоеным тестом, оно должно быть достаточно холодным. Так масло не будет плыть и не будет вытекать из слоев. Отлично, раскатали. А теперь нам нужно сложить его книжкой. Вот так и вот так. Опять заматываем пленочку и отправляем в холодильник еще на 30 минут. И эту процедуру мы повторяем еще 8 раз. Итак, тесто уже готово. Возьмем 4 банана. Очистим их от кожуры и нарежем толщиной 3 сантиметра. Бананы переложим в мисочку и отложим в сторонку. Займемся смесью специй. Беру ступку. Отправляю 5 горошин черного перца и 10 горошин розового перца. Если вы вдруг боитесь слишком яркого вкуса, то можете розовый перец просто не добавлять. И перетираем все в ступке. А тем временем я еще поставлю сковородку на разогрев. В сковородку я насыпаю 5 столовых ложек сахара. Теперь добавим 30 граммов сливочного масла. Отправляем смесь перцев в сахар. Стручок ванили. Палочки ванили у меня тут довольно сухие, поэтому зернышки я доставать не буду. Но если вдруг у вас палочка ванили попадается такая довольно мягенькая, то, конечно же, лучше извлечь зернышки снутри. Сахар растопился. Достаем стручок ванили. А теперь в сковородку выкладываем кружочки бананов. Плотным слоем, вот так вот, один к другому. Я включу духовку. На 200 градусов. Достаем тесто с холодильника. Нам необходимо раскатать тесто в пласт толщиной 5 миллиметров. Диаметром примерно на 2 сантиметра больше, чем наша сковорода. Тесто мы выкладываем на сковородку, поверх бананов, чтобы полностью закрыть бананы. Тесто мы обрезаем ровно по бортику. И вот таким вот образом подворачиваем тесто под бананы. Теперь возьмем нож и делаем 7 проколов по коржу. Это для того, чтобы выходил воздух. Теперь снимаем ручку и отправляем в духовку на 20 минут. Напомню, температура 200 градусов. 20 минут прошло. Достаем пирог из духовки. Ему необходимо остыть в течение 30 минут. Прошло 30 минут. Нам нужно достать его из формы. Для этого берем большую тарелку, накрываем нашу сковороду и переворачиваем. Боже, какая красота! Какой аромат! Как красиво! Тут же гарно! Даже хочется... Кусочек, вот хочется вот так вот... Вот так пальчиками, вот так вот экран, вот кусочек так вот... Держите меня, а то съем планшет. А карамель, а бананы, а слоеное тесто... У меня нет слов. Я обожаю этот пирог. И вам советую. А я попробую прямо сейчас. Ммм... Ну это просто очень-очень вкусно. А главное, как просто. Ребята, я надеюсь, вам понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова